Здравствуйте, дорогие зрители! С вами программа «Фокус на человека». Сегодня у нас вторая встреча с врачом-диетологом-терапевтом Луизой Равильевной Каюмовой. Здравствуйте, Луиза Равильевна. Добрый день, Наталья. В первой программе мы с вами коснулись механизмов работы ЖКТ, каких-то правил правильного питания, каких-то мифов, связанных с традиционным питанием, которые уже неактуальны или, может быть, даже вредны для человека. Я предлагаю сегодня продолжить разговор и поговорить об ожирении. Когда мы с вами предварительно созванивались и договаривались о встрече, вы сказали, что это стало уже глобальной проблемой. И да, на нее не всем просто смотреть. Да, это многофакторная проблема, но мы сегодня попробуем без ахов, без охов, спокойно и смело, самое главное, посмотреть в глаза вот этому вот зверю или этой болезни, которая называется ожирение. Да, на самом деле, на сегодняшний день ожирение, даже, как мы говорим об ожирении, как о пандемии 21 века. И по данным ВОЗ, каждый десятый человек страдает избыточным весом, и каждый третий, вернее, страдает избыточным весом, и каждый десятый имеет ожирение. Ну и мы, Россия, тоже не исключение. Мы вошли в пятерку, да, четвертый по итогам 2014 года по количеству больных ожирением. На самом деле ожирение – это хроническое заболевание. Ко мне, как врачу-диетологу, наверное, это самые частые пациенты, которые ко мне обращаются с данной проблемой. И я всегда говорю, что это на самом деле нейроповеденческое, многофакторное, рецидивирующее заболевание. Что значит рецидивирующее? Что оно может при обычном течении многократно возвращаться к нашим пациентам. Ну и вот мне очень нравится, Наталья, что вы отметили такой момент о многофакторности данного заболевания. Да, на самом деле мы всегда думаем, что же такое ожирение. Это некий такой дисбаланс между количеством поступаемой и расходуемой энергии. Ну и тогда работала бы наша главная рекомендация – меньше ешь и больше двигайся. Но на самом деле оказалось все далеко не так. На сам процесс ожирения влияют на самом деле множество факторов. Это и наша генетика. Я всегда пациентам говорю, мы по природе, эволюционно, у нас экономный генотип. Но медицина шагнула далеко вперед. На сегодняшний день наш генетический код распакован. И я, работая на своих приемах, не всегда назначаю это генетическое тестирование. Могу заглянуть, какие же факторы генетики могли повлиять на то, что этот пациент имеет ожирение. Ну а если пациент не готов сдавать гентест, иногда просто спрашиваю, насколько отягощена ваша наследственность в плане ожирения. Достаточно посмотреть на бабушек, дедушек, родителей. И если родители уже тучные, то мы можем с уверенностью сказать, что наследственный фактор в плане ожирения уже имеет место быть. Но это всего 20% генетики, которая влияет на наше состояние. Следующее, на что бы я особо обратила внимание, это образ жизни. Наш образ жизни. На самом деле мы сейчас в большинстве своем живем в состоянии глубокой гиподинамии. Мы мало двигаемся. И, соответственно, это тоже один из таких ключевых факторов. И инсулинорезистентности, и избыточного веса, и как следствие ожирения в том числе. Состояние нашего микробиома. Да, оказывается, наша микробиота решает в нашем организме все. Те полтора-два с половиной килограмма бактерий, которые живут в нас, тоже определяют в нас склонность, либо отсутствие склонности к ожирению. Даже больше, скажу, выявлена такая бактерия, окермансия, наличие которой профилактирует ожирение. Представляете, да. И на сегодня даже есть препараты на основе этой бактерии, которые помогают людям легче справляться с ожирением. Но и сама жировая ткань на самом деле является тем органом, который в последующем ускоряет вот эти процессы ожирения. Потому что те гормоны, которые выделяет жировая ткань, они тоже способствуют тому, что жировая масса накапливается быстрее. И я бы сказала, наверное, такое, а, лекарственное, да, или мы говорим гетерогенное ожирение, когда прием большого количества препаратов. Это и могут быть даже бета-блокаторы, жизненно важные препараты. Это могут быть препараты глюкокортикоиды, противоэпилептические препараты, антидепрессанты. То есть есть некая группа препаратов, которые тоже могут способствовать набору веса. Ну и есть такое понимание, как гедонистическое поведение, оно тоже является одним из факторов жиронакопления. Ну да, поведенческий фактор. Я думаю, когда же вы дойдете до психологического фактора? Вот он и пришел. Поведенческий фактор никуда не денешься. Вы знаете, что, когда вот вы сейчас перечисляли, я себе представила просто вот ваш прием, поликлиника или там какой-то медицинский центр. И приходит человек с жалобой, допустим, ну, на боли в сердце там или боли в желудке, да, как к терапевту сразу могут прийти. И при этом он, ну, сильно не в своем весе, да, и ведь он ведь может, этот человек даже, ну, не прийти с тем, что у меня болезнь ожирения. Он приходит со всем другом. То есть я к тому, что предполагаю, что многие даже не понимают, что ожирение это прям вот прям болезнь, которой нужно заниматься. Которая связана с другими заболеваниями, которые могут возникать на этом фоне, например. То есть вот так связано. Одно из другого летает, да? Есть у нас такое у нас? Да, конечно, конечно. Зачастую так и происходит. Мои пациенты, особенно на терапевтическом приеме, на диетологический, понятно, пациент приходит, даже сразу запрос у него, доктор, я хочу снизить вес там. Или меня прислали к вам, потому что мне вот надо снизить вес. Или там прислали так, что вот проблемы с суставами, предстоит операция эндопротезирования, и меня не берут на это эндопротезирование, пока я не снижу до 10% веса. Ну и сердечно-сосудистая патология, конечно, не исключение, потому что ожирение оно само по себе, несмотря на то, что оно само является заболеванием, оно приводит к огромному количеству коморбидностей. Что такое коморбидность? Это дополнительным заболеванием, которое запускается в организме, и одно из ключевых таких групп, да, и групп, которые приводят к повышенной смертности, это как раз-таки сердечно-сосудистые заболевания. И все пациенты с ишемической болезнью сердца, с инсультами, вообще с артериальной гипертензией, зачастую это пациенты, которые первично имеют такое состояние, как ожирение, и как следствие уже имеют сердечно-сосудистую патологию. Как раз-таки вот эта коморбидность определяет стадии ожирения, когда мы говорим, есть стадия нулевая, первая, вторая, тем больше заболеваний, чем сложнее стадия самой болезни. Ну и вот как раз-таки по поводу, вот то, с чего вы начали, по поводу гидонистического голода, на эту тему я очень люблю беседовать и всегда говорю, не ищите диеты, да. Самая главная наша диета, это научиться различать состояние физиологического голода. И еда должна, еда это вообще физиологическая потребность, потребность удовлетворения энергии. То есть, а вот все, что касается гидонистического голода, это голод глаз, да, когда мы проходим мимо каких-то красивых кафе, нам хочется туда заглянуть, поесть что-то, да. Голод ума, мы начинаем думать о еде, да, иногда мы заедаем стрессы. Голод ушей, даже может быть, да, когда мы слышим о какой-то вкусной еде, мы тоже можем хотеть попробовать ее. То голод носа, наиболее частый, наверное, пожалуй, из голода, да. И самый эксплуатируемый. Да, 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 на самом деле, Наталья, это так. Почему? Потому что голод носа, это, наверное, такой некий, как мы уже в прошлой передаче говорили об этом, что это такая некая маркетинговая уловка, когда в каких-то кафе, вот сейчас обратите внимание, все кафе открыто готовят еду, да, мы это видим, мы это вкушаем, мы это слышим, мы это чувствуем, мы это вдыхаем. И, соответственно, аппетит у нас разыгрывается гораздо больше. Ну и также крупные гипермаркеты в основном устанавливают пекарни, потому что самый такой, как правильно выразиться, привлекательный запах, это запах свежего хлеба. И когда мы вкушаем этот запах, даже если мы… Я уже сказала, возбуждающий сильно очень аппетит. Абсолютно, да. И даже если мы не хотим есть, мы начинаем сделать спонтанно какие-то покупки и покупать этот хлеб, да, хотя когда-то приняли решение отказаться от белого хлеба, вот. Поэтому на самом деле и это формирует наше пищевое поведение. И как раз-таки анализ причин набора веса самый большой процент набирает расстройство пищевого поведения. Это 92%. Именно как раз-таки то, когда мы едим не по физиологическому голоду, а вот как раз-таки вот по тому гидонистическому голоду, о котором я вам сейчас рассказала. И это как будто бы относится к неочевидным причинам, да, потому что если мы говорим только о том, что да, человек в состоянии проанализировать, что, наверное, много мучного, наверное, много мало двигаюсь, наверное, много, ну вот сахара и так далее, да, можно выстроить логическую цепочку, почему я набираю вес. А когда вроде бы ты ничего такого не ешь, а тем не менее набираешь вес, вот здесь вот как раз и то, с чем нужно, прям на что нужно обращать внимание и с чем, может быть, даже и надо идти обращаться к специалисту. И причины появления лишнего веса, как вот вы только что затронули, собственно говоря, да, не только ведь гидонистическое поведение способствует набору веса, а еще вообще проблемы психологические. Вот вы как характеры, вот вы как диетолог, который работает с людьми, вы же наверняка вот эти проблемы тоже прорабатываются. Вот какие психологические проблемы ведут к набору веса? Вот они наверняка вами уже вычленены давным-давно по опыту. Да, совершенно верно, а иногда даже сами пациенты, когда приходят ко мне на прием, и когда я начинаю с ними беседовать, несомненно, одно из моих заданий – это ведение дневника питания, но уже на первом приеме без дневника питания зачастую мои пациенты сами говорят, я заедаю стресс, я такой эмоциональный едок. И у меня на первом же приеме я заполняю голландский опросник пищевого поведения, где я определяю вообще взаимоотношения с едой, и как раз-таки там есть три вида нарушений пищевого поведения. Это ограничительное пищевое поведение, но ограничители большей частью – это те люди, которые сами так или иначе пытаются контролировать свой вес, и каждый раз, принимая решение, есть не есть, что я ем, они себя начинают ограничивать. Второй момент – это эмоциональные едоки, это те люди, которые зачастую принимают решения по принятию еды, именно нарушая, заедая какие-то свои эмоции, стрессы. Ну и есть такой момент, как экстернальное пищевое поведение, это тоже такая некая поведенческая реакция, как раз-таки то, во что укладывает этот гидронистический тип пищевого поведения, когда у человека наличие той или иной еды вызывает позывы съесть ее, доесть ее до конца, такие активные едоки, им сложно остановиться и контролировать свои объемы еды. И, соответственно, уже на своем приеме я, заполняя данный опросник, могу видеть, какого пациента я перед собой вижу, как мы будем с ним работать. И иногда на самом деле справиться только усилиями диетолога, только с помощью рекомендаций по правильному питанию бывает достаточно сложно. Тут нужна когнитивно-поведенческая терапия, тут иногда нужна, бывает, помощь психолога. Я уже не говорю о тех серьезных психотерапевтических нарушениях, да, по-моему, о них говорили, это и анорексия, и булимия, это уже чисто такие психиатрические пациенты, у которых на первое место все-таки будет работа именно психотерапевта. Да, ну вот я когда готовилась к нашей передаче, я тоже смотрела статьи интересные, и в которых достаточно много было причин, связанных с набором веса, и исходящих из того, как ведет наша психика, да, как мы себя формируем в этом. И вот смотрите, вот мне очень интересно стало, еда стала нашим главным удовольствием, единственным, когда происходит замещение, да, какой-то чего-то нет такого в жизни важного, и удовольствие все переходит в еду. Ну как здесь не набрать, да, казалось бы, вес, потом полнота, как защита, да, есть такое, это все неосознаваемые, конечно, процессы, да, когда мы становимся большими, чтобы вот занять больше места. Спасательный круг. Да, чтобы, да, чтобы к нам относились. Родительские традиции в питании, это мы с вами в прошлый раз говорили с семьей, навязывание режима кормления, вот тут вот интересный был момент, когда мама в грудном возрасте кормит ребенка не по потребности, а по часам, он не хочет, а его кормит. Или там он капризничает по другому поводу, а его успокаивают кормлением грудью, например, да, вот такие вещи, конечно, мне прям удивительно. Да, вообще хочется особенно сказать о вот этой вот зависимости и большей части об углеводной зависимости. И сейчас уже доказано, что углеводная зависимость, особенно зависимость от сладкого, это, наверное, наша зависимость такая эволюционная, потому что первым вкусом для нас является вкус материнского молока. Молоко содержит лактозу, он имеет сладкий вкус, и вот это вот ощущение спокойствия, защищенности мы получаем именно с материнским молоком, с материнской любовью, да, и когда первый год мама кормит, и это первый вкус, который мы узнаем. И, соответственно, мы попадаем вот в эту вот зависимость от сладкого. Боль, да, пойду дальше, на сегодняшний день зависимость от сладкого приравнена к зависимости наркотической, алкогольной, табакокурения. Когда исследовали головной мозг, оказывается, происходит активация одних и тех же центров. То есть прием сладкого вызывает выбросы дофамина, это гормона счастья, соответственно, активируются центры, которые создают у нас ощущение защищенности, удовольствия, радости. Мы попадаем вот в эту ловушку зависимости, и каждый раз, употребляя сладкое, у нас это ощущение возникает, но каждый раз этого становится нам недостаточно. И, соответственно, вот это возникает состояние даже дофаминорезистентности, когда для того, чтобы получить удовольствие, надо еще больше сладкого съесть. И получается, вот это вот такой вот некий замкнутый круг, да, из которого очень сложно вырваться. И мы говорим круг вот этой углеводной зависимости, потому что мы очень быстро, во-первых, получаем энергию через углеводы, а во-вторых, мы получаем чувство удовольствия через быстрые углеводы. Поэтому вот этот вот порочный круг порой бывает очень разорвать сложно, а именно это приводит к состоянию инсулинорезистентности. А инсулинорезистентность – это уже серьезное состояние, которое приводит к множеству заболеваний. Как я уже повторюсь, да, и сердечно-сосудистая, и вплоть до онкопроцессов. Инсулинорезистентность активирует и онкологические процессы в нашем организме. Поэтому, конечно же… Опасный враг. Да, сахар – это наш самый большой враг, да. И есть такая передача в теории Загорова, как раз-таки, когда очень много рассказывается, больше полутора часов, о зле сахара, насколько он коварен для нашего организма. Эти быстрые углеводы. И опять-таки, вот это вот состояние голода ума, обратите внимание, самая красивая продукция в магазинах – это рафинированная продукция. То есть мы видим там какой-нибудь кекс рафинированный, да, клубничка. Я говорю, там клубнички-то в помине нет, но оформление такое, ты смотришь и вкушаешь, думаешь, сколько удовольствия я получу съесть этот кекс. И, соответственно, мы опять-таки становимся заложниками вот этих вот рафинированных сладких продуктов. А по большому счету заложниками удовольствия. Заложниками удовольствия, совершенно верно. Когда я смотрю на продовольственную корзину, как бы, нашего населения, да, когда стою рядом в очередь, думаю, боже мой, я бы пол корзины отсюда выкинула, не задумываясь даже. А у нас, как бы, мы покупаем детям это все, мы приучаем детей к этому сладкому. Опять-таки, это вот все идет из семьи. И, соответственно, если мы начали своих детей подкармливать этим сладким, то мы уже сажаем их на эту зависимость, вот эту углеводную зависимость от сахаров. Вот мне трудно это говорить. И я представляю, насколько трудно, как бы, любому человеку в этой ситуации говорить. Но я вот сейчас, слушая вас, поняла и осознала, что у меня есть углеводная зависимость. И это несмотря на то, что я контролирую, стараюсь контролировать то, что я ем. И тем не менее, вот слушаю вас, я поняла, понимаю, что сахара прям сладкого имеется в виду. Сахар в разных видах, прямого, непрямого, его много. Да, его много. Это печалит, но с этим можно работать. Абсолютно верно. И мы с вами сейчас это продолжим делать. Во время нашей прошлой встречи прозвучал такой термин, как висцеральная ожерельня. Я его, конечно, слышала, но не очень понимаю, что это. А вы говорили, что это очень-очень важная, очень, как бы, опасная штука. Давайте еще об этом поговорим. Вообще, конечно, наиболее страшным является как раз-таки висцеральное ожирение. То есть есть два типа ожирения. Это геноидный, геноидный, да, или мы говорим ожирение по типу груши, когда это больше характерно для женщин, это ожирение, когда жировая масса, она подкожная, она не так страшна. И есть андроидный висцеральный тип ожирения. Но висцеральное или ожирение по типу яблока, когда увеличивается именно абдоминальный внутренний жир. Ну и помимо того, что мы видим эти килограммы на весах с плюсом, наиболее таким достоверным, достоверной такой характеристикой этого состояния является объем талии. Это банально померить сантиметровой лентой объем талии. И если у женщины этот объем талии более 80 сантиметров, а у мужчин этот объем талии более 94 сантиметров, мы уже говорим о наличии абдоминального ожирения. Ну, абдоминальное ожирение – это такое внутреннее, как вы уже сказали, висцеральное ожирение. И когда мы видим такой тип ожирения, мы говорим о таком грозном состоянии, как метаболический синдром. Это такой, есть даже смертельный квартет, называют его вот так вот, если углубиться. А смертельный квартет, как раз таки, вот этот метаболический синдром заключается в том, что первым главным фактором его является абдоминальное ожирение. Это как раз таки тот объем талии, о котором я сказала. Следующее – это артериальная гипертензия, как продолжение этого ожирения, как проявление, будем так говорить, как осложнение даже большее, сказала бы, нарушение углеводного обмена, как раз таки повышение уровня сахара, повышение гликированного сахара выше, чем 6,1-6,2, нарушение липидного профиля, здесь липидемия, да, многие у нас пациенты и даже обыватели знают о том, что есть такой параметр, как холестерин, есть липопротеиды высокой плотности, хорошей, да, которых должно быть больше, низкой плотности, которых должно быть меньше, триглицериды, и, соответственно, повышение уровня триглицеридов больше, чем на 1,7 ммол на литр, а липопротеидов низкой плотностью более, чем на 3,3, но я, наверное, уже углубилась в такие медицинские моменты, вот, говорит о том, что есть как раз таки вот этот злостный метаболический синдром, и вот этот вот смертельный квартет, который приводит к наиболее, является наиболее частой причиной смертности, и на сегодня тоже есть просчитанная статистика, что люди, которые имеют метаболический синдром, продолжительность жизни у них сокращается, у мужчин на 10,5 лет, а у женщин, по-моему, на где-то около 14 лет, соответственно, У женщин больше, да? Да, даже больше, да, хотя мы говорим, что продолжительность жизни мужчин всегда меньше, чем женщин, да, вот, поэтому мы не должны допускать вот этого состояния метаболического, когда происходит вот нарушение всех видов обмена, по сути, да, и это такое вот достаточно сложное, будем говорить, состояние в медицине, когда приходится первично заниматься именно вопросами лечения ожирения. Можно я уточню? Вот вы сказали, что это связано с телосложением, да, вот грушевидное и яблоковидное, но человек как бы рождается с этим типом телосложения, Да, грушевидное, это женский тип, а ожирение по типу яблока свойственно для мужчин и для женщин чаще всего в возрасте именно паузы, когда у женщины тоже начинается, увеличивается объем висцерального жира. То есть вот те фигуры, когда мы видим так, животик, скажем так, да, не имеющий отношения к беременности, а такой вот кругленький, это и тоненькие, как бы, условно говоря, ножки худенькие, без целлюлита, кстати говоря, это вот абдоминально, да. Это абдоминально, да. Абдоминально-висцеральный? Ну, и когда мы, если вот так вот объяснить, вообще абдоминально-висцеральный жир, он считается как отдельный эндокринный орган. То есть этот эндокринный орган, который выделяет множество провоспалительных факторов. Как раз-таки тот лептин, о котором мы с вами сказали, это гормон жировой ткани. Вообще по своей сути лептин, он регулирует у нас чувство голода, считается хорошим гормоном, когда его нет в избытке, и, соответственно, когда этого гормона становится много, возникает состояние лептинорезистентности. То есть головной мозг не чувствует сигналы насыщения. То есть эта лептинорезистентность не дает ощущения, наоборот, чувства сытости, а наоборот возрастает вот это чувство голода. И порции, соответственно, возрастают. Да, и эта лептинорезистентность приводит к тому, что продолжается безудержный процесс накопления жировой массы. И я очень часто на своих приемах говорю, вы понимаете, что жировая ткань, она не имеет предела. То есть мы рождаемся с определенным количеством адипоцитов, это те клетки, которые накапливают жир, но, к сожалению, эти адипоциты могут бесконечно много накапливать жировой массы. И как раз-таки у меня недавно был на приеме пациент, который хотел идти на такую эстетическую операцию липосакции, а имел огромное количество висцерального жира. Я говорю, вы понимаете, что сделав вот такую эстетическую операцию, где-то вы, может быть, эту жировую массу, в большей части, подкожную уберете, но проблема-то останется, потому что жировая ткань висцеральная, ее убрать невозможно. И она, как отдельный эндокринный орган, будет регулировать и запускать вот эти процессы воспаления, как мы говорим, хроническое, низкоуровневое воспаление, которое делает свои дела, будем так говорить, злостные всю жизнь, и как раз-таки возросшие процесс онкопатологии, чаще всего бывает у пациентов с ожирением. Но я уже не говорю о механическом действии избыточного жира, потому что наши суставы не рассчитаны на то, чтобы носить большую массу, и, соответственно, мы быстрее изнашиваем свои суставы, возникает состояние, потребность в том, чтобы их заменить, а их не больно-то любят менять ортопеды, когда вес избыточен. Ну и плюс вообще сам процесс ожирения, мы говорим о воспалении, начинаются все воспалительные процессы и в суставах в том числе, нарушается вот этот процесс коллагенообразования, соответственно. Ну это такой вот очень, как сказать, сложный такой биохимический, будем сказать, этиопатогенетический, да, если по-медицински говорить, процесс, когда все процессы воспаления и все органы и ткани находятся в состоянии воспаления. Я правильно понимаю у вас, что вот когда мы говорим о вестеральном ожирении, это еще и про то, что внутренние жизненно важные органы тоже, как бы, условно говоря, покрываются жиром. Вот я знаю такое понятие, как гепатоз, да, когда печень... Печень. Ну гепатоз это, да, это жировое перерождение печени, на первом этапе вот ткань печени начинает накапливать избыточный жир, но этот гепатоз и опасен-то тем, что вначале это обычный стеатоз печени, затем этот стеатоз переходит в состояние стеатогепатита, а затем уже стеатогепатит переходит в состояние фиброза, а фиброз это уже цирроз печени. По сути, есть такие некие этапы, будем говорить, как развитие... А гепатоз первый? Да. А первично был обычный банальный стеатоз печени, да. И вот точно так... Ведь на самом деле жировая ткань может накапливаться вокруг любых органов, даже вокруг сердечной сумки, то есть она даже может нарушать... То есть ожирение сердца может быть? Да, ожирение сердца тоже может быть, да. То есть человеку, который имеет достаточно большое количество излишнего веса, нужно понимать, что речь не только о механическом, косметическом и каком-то таком поверхностном... Да, внешнем таком, да, эстетическом. Да, а именно о том, что в это время жировой тканью покрываются все жизненно важные органы и, соответственно, наверняка и питание меньше получают, да, через это же тоже пробитие. Да, и состояние гипоксии, ну и, как я сказала, что выделяется массу провоспалительных факторов, да, и это хроническое воспаление, по сути, а хроническое воспаление запускает все остальные механизмы развития заболеваний. И изнашивает иммунитет, распостоянный воспалительный процесс. Понятно, хорошо. Возможно ли с этой проблемой справиться самостоятельно без возврата, как мы привыкли, худеем, потом опять набираем без возврата, даже с плюсом к ушедшему весу? Прям очень хороший вопрос. Мне прям... Я всегда говорю, на самом деле борьба с весом, даже не борьба с весом, а жизнь... Работа с весом. Работа с весом – это пожизненный процесс. И на самых первых приемах я пациентам объясняю, ведь иногда достичь результата легче, чем его удержать. То есть удержание полученного результата – это тоже процесс. Поэтому наша задача именно работать... Почему мы ранее говорили о пищевых привычках? Работать с пищевыми привычками так, чтобы это действительно стало привычкой, а не так, что «да, мне сегодня прописали волшебную диету, я сегодня стройнею, а вот завтра я приду к желаемому результату, и потом я же буду жить так, как мне хочется, да, опять буду получать удовольствие от вкусной еды и все прочее». Я могу сказать, что вес опять вернется. Но если мы говорим об избыточном весе, а это индекс массы тела до 25 – это норма, от 25 до 30 – такое некое промежуточное состояние, да, между нормой и ожирением. Иногда, если вовремя, как говорится, остановиться и начать этим самостоятельно заниматься, на самом деле есть множество таких вот ключевых принципиальных рекомендаций, соблюдая которых можно взять свой вес под контроль. Но если мы шагнули за порог ожирения, и индекс массы тела выше 30, как я сказала, это многофакторное состояние, это заболевание, причем это рецидивирующее заболевание при таком естественном течении, то есть если мы живем в том же стиле и образе жизни, то оно прогрессирует. И очень часто пациенты просто садятся на какие-то голодные диеты, чего я категорически не рекомендую, если сегодня будут слушать пациенты, которые скажут, да, 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 я за шеи рот, да, повесь на холодильник, замок, не ешь, и все у тебя будет хорошо. Нет, совершенно не так, хорошо никогда не будет на голодных диетах, потому что голодаем и занижаем свой собственный метаболизм, загоняем себя в дефициты, и всегда есть обратная сторона, мы не можем вечно жить голодными. И как только мы начинаем есть, да, мы набираем этот вес еще большим плюсом. И таких пациентов у меня массу, когда они приходят ко мне как за спасательным жилетом и рассказывают мне про различные варианты диет, на которых они пытались снизить вес, и как они классно на нем снижали вес, ну и как быстро они его возвращали. Поэтому вот сама задача, это именно процесс, пожизненный процесс, как вы правильно заметили, пожизненная работа со своим весом. И, ну, конечно, на каких-то этапах без помощи профессионалов справиться бывает очень сложно. То есть тут надо, конечно, обратиться к специалистам, потому что только специалист может качественно помочь, направить, создать те рекомендации, да, те рекомендации, с которыми легче будет справляться с данной проблемой. К какому специалисту нужно обращаться? Вообще, на самом деле, на сегодняшний день, если к нам приходит пациент с ожирением, то любой врач, который ставит и видит у пациента особенно абдоминальный тип ожирения, должен дать рекомендации по коррекции веса. То есть любой специалист, это не обязательно должен быть эндокринолог и диетолог, который может рекомендовать и дать рекомендации по коррекции веса. Единственное, конечно, учитывая, что я сама как диетолог конкретно занимаюсь проблемой коррекции веса и имею уже достаточно большой опыт, очень много обучаюсь этим вопросам, вообще вопросам коррекции веса, я поняла, что без первичного сопровождения, именно момента сопровождения, справиться с весом бывает достаточно сложно, потому что именно справиться со своими привычками, пищевыми привычками, как я уже сказала, 92% пациентов с набором веса, это те пищевые привычки, которые к этому привели. Просто дав рекомендации, справиться с ними бывает невозможно. Поэтому у каждого пациента есть свои какие-то ключевые привычки, с которыми необходимо поэтапно работать, изучать, почему это происходит, чем мы можем заменить, почему вот этот эмоциональный тип переедания, какую не пищевую привычку можно сформировать, чтобы справляться со своими эмоциями. Соответственно, это вот именно такой вот кропотливый, будем говорить, труд, да, и со стороны пациента, и со стороны врача для того, чтобы помочь пациенту выйти на тот уровень жизни, на те пищевые привычки, которые не будут способствовать в дальнейшем к набору веса. И если вы говорите, что волшебной диеты нет, какие методы тогда применяются? Как я в прошлый раз еще на прошлой передаче говорила, да, лучшая диета – это отсутствие ее. Вот это само понятие диеты, оно вообще переводится как образ жизни, но в нашем понимании всегда диета – это что-то ограничительное, да, это вот, и поэтому именно есть массу диет, да, я даже, наверное, сегодня, если начну перечислять, сегодня не хватит, чтобы перечислить. И такая высокоэффективная белковая диета оказалась же на самом деле очень вредной для здоровья. И эту диету мы знаем как диету Дюкана, и именно Дюкана лишили медицинской лицензии из-за вот этой вот высоко белковой диеты. Есть всевозможные кето-диеты, да, но кето-диету можно рекомендовать как лечебную, но ни в коем образе, не соблюдая ее длительное, длительный период. Поэтому, конечно, когда мы говорим о коррекции веса, мы прежде всего говорим об образе жизни, это о рациональном сбалансированном питании, потому что питание, по сути, это наша физиологическая потребность. Через нее мы удовлетворяем не только энергетические запросы, но и потребности в макро- и микро- нутриентах, в минорных веществах. Поэтому чем шире и рациональнее наша, как говорится, продовольственная корзина, чем качественнее наш рацион, ну и ни в коем образе не должно быть вот этих вот качелей. Да, сегодня я снижаю вес, я не ем, завтра я возвращаюсь к обычному рациону, но я набираю еще больше. Поэтому питание все-таки оно должно быть адаптировано, наверное, под те ваши потребности, энергетические потребности. В каждом возрасте у нас свои потребности. Наша физическая активность определяет нашу калорийность нашего рациона. Ну и как мы неоднократно сказали, это как раз-таки работа с пищевыми привычками. То есть если человек научится удовлетворять свое физиологическое состояние голода и не есть, когда он не голоден, то по сути он будет застрахован от набора веса. Ну и если мы вернемся к генетике, то в генетике есть такой ген, который отвечает за склонность к перееданию. И соответственно такому пациенту, что я говорю, я не говорю, что все, ты обречен, ты только будешь в избыточном весе. Я ему говорю, да, у тебя есть склонность к тому, что ты можешь переедать, поэтому здесь необходим контроль порции. То есть у нас чувство насыщения, оно наступает через 15-20 минут после приема пищи. Соответственно, если мы поели, мы съели свою достаточную порцию, это 21 сантиметр где-то тарелка, 350-400 грамм максимум для женщины, до 500 грамм для мужчины. И соответственно мы должны уметь встать из-за стола с легким чувством голода. И это насыщение наступит только через 20 минут. И это тоже наша генетика. Соответственно, если мы будем есть, понимать, что такое физиологический голод и что такое чувство насыщения, все. Вот эти два ключевых правила, которые приведут к тому, что мы не будем набирать вес. Луиза Ралюльевна, хочу похвалиться в каком-то смысле. Вернее, обратить внимание на то, что на прошлом занятии, для меня ваша программа как занятие, действительно. На прошлой программе мы с вами говорили о необходимости пережевывания тщательного. И почему там все было обосновано, рассказано. Ну, во-первых, как вы слышали, мой коллега сказал, что с прошлой передачи он похудел на 7 килограммов, что, по-моему, просто аплодисменты вызывает. А я могу сказать, что я стала намного больше времени тратить на прием пищи. Супер. Именно потому, что я стала гораздо более тщательно пережевывать пищу и пить по-другому именно так, как вы говорили. То есть когда у нас, в общем-то, жевать нечего, все равно жидкость должна во рту задерживаться, чтобы была возможность обработать ее ферментами, содержащимися в слюне. Да, запустить процессы пищеварения. И вот это уже такой бонус, который я лично привнесла в свою жизнь, изменив тем самым какие-то свои временные, пусть даже, но привычки. И когда вы говорили про диеты и про генетику, промелькнула у меня мысль в голове, что ведь у нас просто время позволяет, поэтому мы можем туда немножко уйти. Диета, связанная с группой крови. Это не научно совсем? Это вот, ну, как бы вообще так? Вообще, да. Да, практически, почти, да, маркетинговый ход. Почему? Потому что диета по группе крови, она не имеет научно-доказательной базы своей. Но опять-таки, уходя в нашу генетику, да, есть такая ДНК-диета на сегодняшний день, и на сегодняшний день очень многие лаборатории делают это ДНК-тестирование. Когда мы четко можем пациенту порекомендовать низкоуглеводная диета, это та диета, которую наиболее чаще я встречаю, как раз-таки это контроль продуктов с высоким гликемическим индексом. И есть такая диета, как низкожировая. То есть, например, мне самой, я сдала свой ДНК-тест, и мне подходит низкожировая диета. То есть, для контроля веса я должна ограничить употребление жиров. А есть пациенты, которые должны ограничить количество жиров, остается прежним, контролируют количество углеводов. Но на самом деле, если у нас нет вот этого ДНК-диеты, так будем называть ее, то, в принципе, наиболее частой рекомендацией все-таки была и остается рекомендация контроля продуктов по гликемическому индексу. Что такое гликемический индекс? Это способность повышать уровень глюкозы крови после приема продукта. И гликемический индекс у нас свойственен только большей части углеводам. И не большей части, а именно углеводам. То есть углеводы есть с высоким, средним и низким гликемическим индексом. И, соответственно, в программах коррекции веса я буду рекомендовать продукты с низким гликемическим индексом. А это большей частью овощи. То есть даже фрукты в программах коррекции веса будем ограничивать до одного-двух фруктов. И у меня такие бывают ситуации, когда ко мне приходит моя пациентка и рассказывает мне, вы знаете, доктор, я так правильно питаюсь, что вечером я ем 3-4 яблока. Это мой ужин. Я говорю, ну вот и приехали. Я говорю, вот эти 3-4 яблока благополучно откладываются вам жировую массу. Было бы лучше, если бы вы съели кусочек рыбы или какого-нибудь овощного салата, заправленного растительным маслом. То это бы не отразилось на ваших боках. А именно фрукты, фруктоза – это такая прямая утилизация, как говорится, в жировое депо. Поэтому именно контроль гликемического индекса является такая ключевая рекомендация в плане диетотерапии ожирения. Ну и, наверное, не могу не сказать про такой момент, когда приходят пациенты, им надо же все быстро, и раз они обратились, значит, это надо было уже делать вчера, я к вам пришел сегодня, и мне надо немедленно. Я всегда акцентирую на том, что самая качественная коррекция веса – это постепенно. От полукилограмма до одного килограмма в неделю, или, я говорю, до четырех килограмм в месяц – это качественная коррекция веса. И если мой пациент снижает по 12-15 килограмм, я этому не радуюсь. Я говорю, это как бы… Я ожидаю, что в любой момент этот же пациент начнет этот вес возвращать и набирать. Поэтому моя задача все-таки грамотно построить этот процесс коррекции веса, нужно объяснить, что это работа, это этапы, это формирование пищевых привычек, ну и, соответственно, такая постепенная качественная коррекция веса. Ну, теперь я, в свою очередь, не могу не спросить. К вам пришел пациент, как вы говорите, который должен был прийти вчера, ему нужно бегом и срочно. Таблетки, про которые мы знаем уже, как тайские – это ужас, это еще какой-то ужас. Я даже не вникала никогда в эту тему, потому что она мне очень далека, но я знаю, что она есть. И очень многие люди пользуются, ну, потому что, казалось бы, да, быстро. Ну, ладно, я закрою глаза на то, что это мне может повредить, зато это будет быстро. Вот что-то есть сегодня, в нормальной сегодняшней диетологии, что используется, и это действительно работает. Конечно, без названия, а вообще в принципе. Можно как-то туда ходить или вообще туда не ходить? На самом деле процесс коррекции веса и вообще рекомендации, есть четкие, прям прописанные рекомендации в коррекции веса. Конечно, коррекция образа жизни, диетотерапия, физическая активность, она всегда при любой степени ожирения будет идти на первом месте. Но если индекс массы тела уже идет в первую, вторую степень, зашкаливает туда дальше, это, конечно, лекарственная терапия. Ну, сегодня, как говорится, на таком обывательском уровне, с телеэкрана я не могу говорить о тех препаратах. На самом деле есть препараты, препараты сертифицированные на нашем российском рынке. Это препараты и периферического действия, и центрального действия, препараты, которые будут помогать справиться с избыточным. У них есть свои и показания, и противопоказания. Поэтому эти препараты должны быть рекомендованы и назначены только врачом и только на приеме после каких-то дополнительных обследований. Ну, и как крайняя мера есть хирургическое лечение ожирения, это бариатрическая терапия, бариатрическая хирургия, да, терапия, неправильно сказала, бариатрическая хирургия, когда специалисты-хирурги-бариатры тоже нам в помощь помогают справиться с проблемой ожирения. Ну, я всегда называю это такой крайней мерой, потому что бывает и после бариатрии возврат веса, но и бариатрия, это уже, по сути, мы перед собой видим пожизненного пациента, как минимум терапевта, нутрициолога, потому что он всегда будет находиться в глубоких дефицитах, с которыми надо будет всю жизнь справляться. Да, лекарственная терапия имеет место быть. Понятно. Ну, и в завершение, я думаю, что можно сказать о каких-то выводах. Да, вот, например, я для себя, что вынесла, выводы какие? Первое, это осознать, что есть проблема, да, вот прям признаться себе в том, что есть, там, не знаю, начальная, вторая, третья стадия, с которой уже нужно как-то работать, да. Второе, это, наверное, понимание того, что это болезнь, это не просто, там, отклонение пищевого поведения, а это, ну, психологи называют это отклонение пищевого, а по факту это болезнь. Заболевание. Совершенно верно, да, даже это у нас, у врачей квалифицируется в, у нас есть такая квалификация болезни, да, МКБ-10, сейчас уже 11, и ожирение имеет свой код, как заболевание, да, это на самом деле заболевание. Потом, большими буквами слово учиться, учиться слышать свой голод настоящий, учиться слышать свои потребности в еде, да, прислушиваться к себе, когда я в стрессе, действительно ли мне надо сейчас поесть, да, или могу я как-то по-другому, не пищевому, не пищевому, не пищевым способом решить этот вопрос. Вот лично мне в этом плане проще, потому что я стресс не заедаю, я когда стрессую, я наоборот перестаю есть. Есть такие. У меня просто ничего невозможно положить. И еще, наверное, чтобы принять, учиться принимать себя, любить себя, любить. Потому что даже когда ко мне пациенты приходят, вот этим моментом отрицания, моя задача сказать, вот ты сегодня такая, ты должна себя любить. Но ты себе поставь ту задачу, какую ты хочешь себя видеть, но все через любви. Из любви к себе. Да, совершенно верно. Ну, конечно, понятно, мое тело, мое дело и так далее, все вот эти вот слоганы, но все-таки, наверное, если ты действительно себя любишь, то превращать свое тело в экспериментальное поле не очень правильно, да. И вот это, как я себя люблю, поэтому я себе все позволяю, наверное, это все-таки не про любовь. Конечно, конечно. А про нелюбовь. А про любовь это увидеть себя, какой есть. Принять. Может быть, пожалеть себя в каком-то смысле слова, что и начать идти дальше вне болезни, в выход, точнее говоря, из болезни, да. Совершенно верно. На самом деле, как мы уже, я неоднократно сказала, что ожирение – это заболевание. И, соответственно, если мы видим то состояние избыточного веса, ожирения, абдоминального ожирения, да, померить талию может любой у себя дома, не обращаясь даже к врачу, то это состояние уже, можно сказать, болезни, да. И желательно, конечно, на состоянии предболезни вообще профилактировать. Любые состояния легче профилактировать, чем лечить. Но если уже вы поняли, что ваш вес избыточен, и вы уже идете в категорию ожирения, несомненно, заниматься со специалистами со своим весом, именно со специалистами. Спасибо большое, Илла Изравильевна. Очень интересно было. И я очень надеюсь, что мы с вами еще встретимся, поскольку мы в начале передачи сказали, что наша страна на четвертом месте стоит в мире, в мировом рейтинге по ожирению. Но это тема, которую надо раз в два месяца обращать внимание, чтобы, по крайней мере, мы привыкли к тому, что это тема, которую нужно обсуждать, которую нужно замечать. Спасибо еще раз большое, уважаемые зрители. Мы сегодня провели вторую встречу с нашим замечательным гостем Луизой Равильевной Каюмовой, врачом-диотологом, врачом-терапевтом. Надеюсь, что мы еще встретимся. Вам желаю беречь себя, принимать себя. Будьте здоровы. Встретимся. Всего хорошего. С вами была Ежова Наталья. Передача «Фокус на человека». Редактор субтитров А.Семкин